Привет, друзья! Меня зовут Светлана. Добро пожаловать на мой канал. Здесь я рассказываю о моей жизни и учёбе за границей. И это видео я решила посвятить именно учёбе, потому что для меня эта тема сейчас наиболее актуальна. Сейчас началась третья неделя моей учёбы, нового семестра. Для меня в этом семестре очень важно было создать программу, которой я буду придерживаться, с помощью которой я смогу себя контролировать, видеть свой прогресс. Я решила поделиться своими открытиями, которые помогают мне сейчас каждый день в учёбе. Во-первых, я осознала, что есть дни, когда мне хочется учиться, я могу учиться много, а есть дни, когда мне просто хочется отдохнуть, ничего не делать. Я это признала и использую это во вседневной жизни. То есть, когда наступают дни, когда мне не хочется учиться, я знаю, да, сегодня я учиться не хочу, но завтра будет другой день, у меня будет другое настроение, поэтому я себя не ругаю и ни в чём не обвиняю. Я просто учусь меньше, чем в другие дни. Обычно у меня чередуются дни, когда я хочу учиться, с днями, когда я не хочу. Примерно каждый второй день у меня есть желание учиться. Также, поскольку в прошлом семестре я училась слишком много и практически не отдыхала, ничем другим не занималась, я решила, что в этом семестре по воскресеньям я не буду учиться вообще. Никогда, никаких исключений я делать не буду. Я буду стараться всё делать до воскресенья или после воскресенья, но в воскресенье я не прикасаюсь к учебникам. Воскресенье — это день для отдыха, и пока у меня это получается. Для меня было очень важно создать какой-то чёткий план, программу того, как я буду учиться, потому что в прошлом семестре, несмотря на то, что я тратила очень много времени на учёбу, в итоге я готовилась не ко всем предметам хорошо, я очень сильно уставала и не смогла подготовиться к одному из предметов хорошо, не сдала экзамен, мне придётся его пересдавать. Поэтому в этом семестре для меня планирование и контроль очень важны. На самом деле это важно не только в плане учёбы, это очень дисциплинирует, и это такие навыки, которые пригодятся мне всю жизнь. Во-первых, я изучила план, в котором написано, сколько часов в этом семестре нужно уделить каждому предмету. Так я смогла увидеть, на какой предмет у меня будет уходить больше всего времени, на какой меньше. Я также выбирала для себя расписание так, чтобы предметы на разных языках не были у меня в один и тот же день, потому что у меня сейчас несколько языков, и если они у меня все смешаются, я просто сойду с ума. Я уже показывала вам в своём ежедневнике, как я создаю план на целый семестр по каждому предмету, и отмечаю, сколько часов я занималась по каждому предмету, сколько на этой неделе. Это очень помогает мне, я вижу наглядно, сколько я действительно занималась, потому что забыть очень легко. Я на самом деле могу даже весь день учиться, а потом забыть, что я занималась каким-то предметом, и думать, что у меня по нему вообще ничего не сделано, или наоборот, я могу думать, что я уже достаточно позанималась, например, французским на этой неделе, на самом деле это вообще не так. То есть мне очень помогает такая схема, где у меня всё в квадратиках отмечено, что в какой день, на какой неделе, сколько часов. Это очень помогает мне сконцентрироваться и всегда знать, где я сейчас нахожусь. Как я уже говорила, у меня бывают дни, когда я учусь много, то есть у меня бывает, что я учусь целый день, и на прошлой неделе у меня был день, когда я целых 11 академических часов училась, то есть академический час — это 45 минут, я засекаю 45 минут, я занимаюсь, потом у меня перерыв, я могу сделать перерыв 15-минутный, как в университете, а нет, как в школе, в университете не всегда есть такие перерывы. Я разделяю мои 45-минутные часы учёбы перерывами. Вообще не важно, сколько я отдыхаю, я могу отдыхать 5 минут, могу 15, могу взять больше времени на отдых, если мне это нужно. У меня основная часть учёбы проходит именно дома. Дома я читаю много книг, я занимаюсь, иногда я читаю дополнительно, иногда я смотрю ещё какие-то видео. Само осознание того, что в какие-то дни я буду учиться меньше, а в какие-то больше, позволяет мне оставаться спокойной и расслабленной, я никогда себя не заставляю много учиться. Если мне не хочется, я учусь чуть-чуть, но я всегда стараюсь каждый день хотя бы 45 минут посвятить какому-нибудь предмету. Мне самой сложно это представить, но на самом деле в воскресенье, когда я вообще не учусь, я настолько скучаю по учёбе, что я в понедельник стараюсь взяться за свои занятия, потому что я за воскресенье успеваю по ним так соскучиться, что мне всё абсолютно интересно. Также я открыла один способ, как учиться и не уставать от предметов, которые у тебя есть. Сегодня я испробовала этот способ и делюсь с вами сразу же моими эмоциями. В общем, я решила, что каждые 45 минут я буду заниматься каким-то другим предметом. И я с вами поделюсь, как прошёл в итоге мой сегодняшний день. Сегодня был понедельник, день, когда у меня нет никаких занятий, поэтому я занималась самостоятельно, делала домашние задания. Я решила начать с итальянского, потому что это самое лёгкое, я на самом начальном уровне. И такой вот лёгкий итальянский оказался хорошей разминкой для меня с утра. В итоге эти 45 минут итальянского пролетели очень быстро, и я не успела сделать всё, что мне нужно было. Я, кстати, сразу дополню, я уже начала делать домашние задания на прошлой неделе, поэтому я не хочу сказать, что я за 45 минут успеваю делать всё домашнее задание. На самом деле домашнее задание на этой неделе по итальянскому было очень большое, но так как это азы, было очень легко. Вторым предметом я выбрала предмет на немецком языке. На этом предмете мы изучаем, как правильно писать научные работы, на что нужно обращать внимание, из чего они вообще состоят. Разбираем всё прямо на маленькие кусочки. Этот предмет, я скажу сразу, наименее интересный из всех, что у меня есть, но даже по нему мне было интересно читать учебник, понимать, что я всё лучше и лучше разбираюсь в предмете. Затем у меня началась подготовка домашних заданий по французскому. Сначала я выбрала предмет, на котором мы изучаем устройство страны, политическое, экономическое, гастрономическое. В общем, все аспекты, всё, что связано с Францией. Сейчас мы начали проходить ситуацию с Корсикой. Я раньше ничего вообще не знала об этом острове. Я знала только, что он принадлежит Франции. На самом деле это очень интересно, это захватывает, и мне не хватает времени для этого предмета. В итоге я начинаю разбираться в предмете, понимать больше. И мне становится настолько интересно, что мне сложно остановиться. Но я вижу, что мои 45 минут закончились, мне нужно заниматься другим делом. А желание заняться этим у меня остаётся, и у меня остаётся интерес. И мне не терпится скорее заниматься дальше, чтобы снова вернуться к этому предмету. Затем у меня была французская фанетика, это тоже другой предмет. Там я 45 минут тренировалась произносить определённые фразы, которые мы сейчас тренируем. Как раз за эти 45 минут я устала говорить на французском, и я переключилась на следующий предмет, на чтение. Следующий предмет у меня был германистика. Мы сейчас изучаем лирику, стихотворение. И учебник, по которому нам нужно заниматься, очень интересный. Мне сложно назвать это учебником, потому что мне так приятно и интересно читать. Несмотря на то, что это не родной мне язык, я так хорошо понимаю тексты, я понимаю, что хотел сказать этим авторам. Я понимаю даже стихотворение. Это как самоучитель, как научиться писать стихи. В этой книге написано, что по прочтению всей книги, по изучению всех тем, студент в итоге должен быть способен написать своё собственное стихотворение. Я не хочу писать никакое стихотворение. Мне нравится, что мы в Германии изучаем не только теоретическую основу, мы изучаем практические навыки, мы сразу же применяем всё, что мы изучаем. Это очень интересно, это очень вдохновляет. После очередного перерыва я стала заниматься французской литературой. Мы сейчас там на самых азах, мы проходим само определение литературы, что можно отнести к литературе, что нет. Это тоже на самом деле очень интересно. Когда я только начала заниматься этим ещё в прошлом семестре, мне было очень сложно понять, что вообще имеют в виду авторы под термином литература, что мы можем относить к литературе, как мы определяем, действительно ли это литература, или это просто текст, лишённый литературных признаков. Как в детстве мне говорили, отдых — это смена деятельности. В моём случае это действительно работает. Я благодаря такой смене деятельности действительно отдыхаю. На самом деле мой марафон ещё не закончился. У меня ещё остался один предмет, которым я сегодня ещё не занималась. Это французский... Это очередной французский... Французская грамматика. Таким образом, сегодня я позанималась уже шесть академических часов. Сейчас у меня будет ещё седьмой. И мне настолько было интересно, меня каждый предмет заинтересовал, что мне хочется к нему вернуться. То есть я позанимаюсь сейчас последним моим французским, французской грамматикой, отдохну. И сегодня вечером я снова хочу продолжить дальше заниматься. Когда ты начинаешь в чём-то разбираться, когда ты понимаешь суть, когда ты видишь свой прогресс, то невозможно не хотеть учиться дальше, невозможно не хотеть понять ещё больше. Я благодарю вас за просмотр моего видео. Если вам интересна тема учёбы, то дайте мне знать. Я училась в нескольких университетах. Я была бы очень рада делиться и дальше своим опытом, если вам это интересно. Спасибо за внимание.